Ребята, всем привет! И сегодняшний выпуск от Тараси Ивакина. Тарас Ивакин мой кумир с самого детства. Вообще Тарас Ивакин является 11-кратным чемпионом Украины, 7-кратным чемпионом Европы, 3-кратным чемпионом мира и 2-кратным обладателем Кубка мира среди профессионалов. На данный момент он не выступает, но в свое время он заставил меня поставить себе самую высокую цель и идти к ней. И еще когда я был маленьким, это были 2000-е, наверное, мой папа в то время любил бороться на руках. И у нас в нашем городке, в Глобино, проводился чемпионат Украины. На тот момент уровень армейстинга был небольшой и чемпионат Украины мог спокойно провестись в таком городе. И туда пригласили Тараса Ивакина. Он приехал бороться. И после соревнований отец приехал домой и начал рассказывать мне о каком-то нереально сильном спортсмене по имени Тарас Тарас Ивакин, с которым он столкнулся в категории и почти все ему отдавали руку, а папа мой не знал, кто это даже такой. И он попытался с ним побороться и говорит, я уперся в его руку, говорит, как в стену. И весь зал засмеялся с меня и он спокойно положил. На тот момент я даже не мог представить, что кто-то может быть сильнее, чем мой папа. И с того момента я заинтересовался Тарасом Ивакином, так как весь вечер прошел разговор о этом спортсмене и о том, что он давал советы моему отцу, что и как нужно тренироваться, как бороться. И я поставил себе еще тогда за цель, что я когда-то встречусь с Тарасом Ивакином и я у него выехал. И уже был где-то, наверное, это было начало 2000-х, я не знаю, может 2002-2003 год. И где-то уже в 2012 году я до этого занимался амрестлингом, но у нас не было ни интернета, там как бы ютуба еще на то время не было. Я захотел узнать, кто же такой Тарас Ивакин. И тогда я загуглил и посмотрел на этого нереального человека, у которого просто-напросто огромнейшее предплечье и очень сильные руки. я замотивировался этим и нашел его тренировки, видео тренировки на ютубе и начал по ним тренироваться. И поставил себе цель, что я стану чемпионом. Точнее на тот момент я поставил себе цель, что я обязан просто поехать на такой турнир, как золотый тур и поучаствовать на нем. И так и пошла моя карьера. Я небольшими шагами двигался к этому. И что ж, Тарас Ивакин это тот, кто дал возможность выиграть в воеводе у Джона Бзенко на чемпионате мира. Тарас Ивакин, вы увидите дальше в видео, будет. Тарас Ивакин очень, так сказать, нагрузил Джона Бзенко в категории. И он просто-напросто забил ему руку. Ему чуть-чуть не хватило для того, чтобы доложить Джона Бзенко. И Джон Бзенко с нереального положения вытянул, получается, Тараса Ивакину. И этим самым потратил силы. Идет абсолютной категории. У меня связки здесь дулись, да, вот после Тараса. Немного, да. В воеводе он проиграл. Скажем так, если бы он был не забит, или был бы забит, может воеводе просто не так бы легко далась эта победа. А может бы он и не выиграл у Джона Бзенко. Но этого мы уже не узнаем. Тарас Ивакин на данный момент тоже является моим кумиром. Жаль, что он, конечно, не выступает. Но это его дело. Будем мы вставать чьими-то кумирами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ВЫСТРЕЛЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тарас должен быть осторожен, потому что впереди связка. Тарас начинает резко, у него есть шанс сейчас просто победить легенду армрестлинга. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Моевода проводит топ-ролл и как бы лидирует, но опять... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алексей Моевода победил легенду. И он так впечатлен этой победой, что он опускается на колени. Оу, ребята, и не забываем подписываться на мой канал, ставим колокольчик. Это поможет продвижением моего видео, естественно, и мотивации мне снимать дальше видео, если это будет, естественно, кликабельно. Если это вам интересно, то я буду дальше продолжать снимать и давать вам информацию о таком прекрасном виде спорта, как армрестлинг. Всем пока, на связи! На связи!